доброе утро все я уже навела красоту сегодня немного решила сегодня пятница разратница поэтому я вот так стрелочки синие тени ой эти как их назвать в общем все синие 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 что-то youtube у меня совсем с ума сошел вчера видео загрузил он там осталось буквально все сделала осталось там пять процентов загрузить сегодня утром встаю а он ни хрена не загрузился что за фигня непонятно и пришлось перезагружать по-новому представляете что то это что-то не то было очень не завтрак смотрите помните я когда-то давным давно делала себе блинчики с этим с творогом замораживала и что мы есть и вот сейчас буду доедать но доедать я говорю еще есть замороженные очень кстати с мясом надо сделать тоже как-нибудь вкусно будет я еще вчера на ночь у меня закончился во-первых вот это нут замочила хумус не купила думаю сама сделаю или просто даже сделаешь с шпинатом очень вкусно в общем сегодня сварю может быть на завтра музыку слушаю в общем утро продвигается пойду завтракать одеваться и на работку ой поспели уже вот они видите все поспели придется их все в холодильник отправить чтобы они совсем не поспели угол какой у нас тут столпотворение смотрите опять стриндец французы потому что говорят на французском какая дистанция какое что мы идем домой с чарли вообще вчера вот прям много здесь народу было столько но сегодня тоже вот я могу опять туристкой туристка могу заделаться видеть когда народу много везде ходит приходится надевать масочку мало ли так что все свет в конце тоннале я уже дома хожу тут очень пропылесосу и опять пели но только сейчас пропылесосила потому что меня к этим к чарлиной мной шерсти добавил добавилась и пух чучин все ко всему у меня все облазают поставила варить нут что-то думала в мультиварке потом думаю а ну нафиг здесь пускай варится но это на завтра о чем молоко я не спрятал в холодильник марусь оно все равно не киснет так я сейчас буду посуду мыть я вчера не помыла на ночь лоды такая вот так как на обед у меня сегодня все да ничего точнее салат готовый вот ну что там все падает салат готовый и две сардельки достава одну из них который сожрет чарли у нас как всегда он поедает 30 процентов моей еды но если конечно ему это можно но все таки в общем будем этим делом заниматься дня знаете меня всегда с утра ну как с утра хочется все день потом во второй половине дня у меня уже такой упадок сил а вот ничего не охота делать мне нужно полежать на диване посмотреть сериал а потом я опять у меня прилив сил опять я иду с чарли гулять раньше был спорт сейчас жара такая какой спорт коньки можно бросить если будете спортом заниматься поэтому сейчас ли гуля вот так ну наверное нет у меня всегда так правильно испанцы они молодцы они придумали сиесту это все как говорится научно наверное исследовано потому что наш организм раньше говорили знает ну раньше вещь сейчас говорят если ты ешь жирную пищу то тебе после нее хочется вообще прям спать вы знаете мне после салата хочется спать спать хочется но только я вложусь с этой мыслью что я типа спать буду как все мне не хочется спать то есть хочется спать но нет такое состояние что я усну в общем вы меня поняли да я не любитель сна вот такой сосед плачет маленький он редко плачет а сейчас она скоро родит еще будет плакать в общем они хорошо знаете что они провели кондер себе вот и поэтому кондер же чтобы хорошо функционировал нужно все закрыть поэтому они сейчас все закрыли прошлом году помните я все жаловалась он ночами орал и орал ребенок не плакал а орал прям целыми ночами потому что все было открыто сейчас у них все закрыто и ни хрена ничего не слышно сейчас они видела на кухне и поэтому буду наслаждаться криком по моему годика три трехлетнего ребенка хотя нет включу себе youtube и буду слушать музыку как-то так у меня нут сварился да друзья поджарился немного поэтому я вот всегда люблю в мультиварке варить там почти никогда не прижаривается не поджаривается то есть не так вода выкипает как в кастрюле я такая лежу думаю сначала такой запах пошел копчененький кто-то соседи что-то делают такая ой что-то горит потом такая бляха муха у меня аж там нут варится я успела он уже сварился но немного такой вот кстати вот эти вот штуки они хорошо отходят его если еще раз промыть то мне кажется будет зашибись слушать я так и сделаю сейчас сидим опять под вентилятором и знаете сейчас вот в одноклассники залезла который я очень редко бываю вот ну и так лазы по телефону сейчас все ведут закрутки разные дам там какие-то варенье варят огурцы и помидоры закручивают какие-то салаты делают на зиму мы тоже этим всем занимались в деревне помню вот ну вы знаете что я вот задумалась так вот иногда я же готовить люблю думаю ой понакрутить бы тоже здесь же тоже все можно это крутить варить вот потом знаете о чем задумалась я за все весь за весь год может быть две небольшие баночки огурцов съедаю малосоль ну вот этих вот в банках да вот дверь это знаете потому что я люблю огурцы помидоры я вообще не ем но я их не люблю ни в каком виде поэтому я их вообще не ем ни соленые никакие даже если я захочу помирать огурцы такие вот из банки там с малосольные и пакете засолила и на следующий день они уже готовы то есть неужели вот все это я не знаю может раньше мы конечно все это делали все это закручивали в деревне не было ни огурцов ни помидор зеленых какие-то салаты бабушка делала знаете такие зимние какие-то там с рисом что-то там вот а сейчас вот мне даже как говорится давай и я не пойду это покупать потому что лечу иногда я покупаю в лидале но очень редкий случай вообще там я не знаю раз в год наверное то для макарон потому что мне нравится вот а так так как все наверное свежие есть или что не знаю как то неужели это актуально вот во все это закрутки какие-то не какие-то наверное не вкусные не знаю но вот с появлением в магазинах все что это доступно там помидоры огурцы свежие то есть уже отпала нужда такая в закрутках каких-то или вот варенье раз сестрой разговаривала она чужина говорила-то про варенье что-то говорила а вишню что ли варенье варила или что-то такое я говорю а кто говорю как вообще выбор как вы едите варенье как его вот варишь и как его есть но вот я утром на тост намазываю но мне этой банки хватает месяца на три наверное я говорю а кто его ест вас варенье это как вы его едите вообще так ложками что ли просто смешно я вот сама сижу вспоминаю как мы варенье ели ну не ложками не ели хотя вот тоже бабушка прям варила в ведрами варенье представляете все это съедалось а кто съедал я не помню потому что я ложками не ела никогда варенье вот так вот чтобы эти же сахар как говорится големый и вот она мне сестра тоже говорит ой нет говорит вон сварили в прошлом году что-то там три банки какого-то варенье по щас доедаем и я также я сварила клубничное варенье года два назад три банки вот не знаю таких но на по щас стоит очень вкусно ароматная но когда его есть и как его есть я не понимаю то есть понимать то понимаю но там один сахар големый да и вот там все кто-то накрутки кто-то там закрутки какие-то делает а кто это все есть я не понимаю помидоров там там ладно там сделал себе две-три банки до до 20-30 а еще здесь не накрутил а если у вас там огурцов нету не знаю сколько то на тебя еще и косы посмотрит вот огород плохой а потом растут эти кабачки что потом уже не знаешь куда их девать потому что лишь как начнут расти и все это нет и все а куда их девать выбрасывать то есть вот это вот посади полей пропали а потом все это не знаешь куда деваться зачем столько его сажать во какие у меня мысли то есть я вот вспоминаю свое детство которое вот да у меня тоже прошло все на огороде ну ладно там картошку понасадишь там ее потом копаешь потом все равно мы знаете продавали ее и это и на арбузы меняли а сейчас вот я чтобы картошку я картошки не знаю мне на килограмм картошки хватает на месяц на месяц карто зачем ее сажают я или семья из двух человек зачем вот пыжится вот это все это же такой труд я сама помню какой это труд сажать огород копать его поливать это ведь целое лето уходит на какое лето и весна тоже и осень на то чтобы посадить прополоть это полоть одно полишь второе уже заросло и это все картошку прополол за следом надо его осуществлять ватсап пришел видите слышали слышали умереть можно сама себя вот так вот видите лежишь так спокойно и как тебе как раз сообщение меня так любит и сообщение пришло и все я чуть не умерла сейчас уже подемножечку попривыкла оксаночка подсад нифига себе кто мне там так хочет и вот такие вот у меня про огороды смотрю и удивляюсь наверное племяшку прислали мне посмотреть мою лапу сладкую да вот она моя рыбочка любит везде лазить и вот это вот ну раньше потому что магазинах не огурцы купить там в январе это была такая роскошь не говоря уже почему-то помидоры были еще роскошнее а сейчас иди в магазины зимой и летом как говорится все есть все на прилавках лежит не знаю как то так вот такая мысля у меня пришла вы сажаете огороды убираете закрутки делаете или уже это не так актуально пошел купил и все и все нормально и а и 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 вот и и и и и и и и навозом удобряет. У меня даже дома такая вонища стоит, трындец, прям как ветер с моря подует. И все, прям аромат такие, что просто до головокружения. И вот сейчас иду, такая вонь стоит, что прям это... Там вот летом у нас обычно ничего не сеет, потому что от жары все выгорает. И вот сейчас удобрение. А здесь будет классная детская порощадка. Вот. Когда, правда, будет, что-то они сейчас совсем не строят ничего. Что-то она нам кого кричит. Вот, что-то совсем не строят ничего. Видимо, в отпуск, что ли, ушли или что, непонятно. Там вот тоже детки в этом... Как это называется-то? На скейтах. На скейтах играются. А для молодежи постарше еще рано. Они обычно тоже там тусуются. Ну, в общем, я вот так пошла по полям. Там вот сзади едет полиция. И все так дружненько, вот за их, кто сидел, так раз на морднике, на морду. Ага, девочки, две девочки там сидели без масок. Они, им что-то остановились. И что-то им там уговорили. В общем, у нас очень строго с этим масочным режимом. И штраф в 100 евро. Штрафуют на самом деле. Поэтому даже по телевизору говорят, народ такой, что он не заботится о своем здоровье. И раз он не заботится о своем здоровье, есть только один выход. Это штрафы. Вот. Ну, не знаю, помогут, не помогут. Конечно, у нас ситуация не ахти. Ну, это опять на севере, в Каталуне, Барселона. Там опять трындец, капец. У нас вроде как поспокойнее. Ну, посмотрим. Результаты всех этих масок, потому что с каждым днем все больше и больше регионов присоединяются к этому ужесточенному масочному режиму. И, мне кажется, через неделю вся Испания уже будет ходить в масках. Фу, вонища такая с этих полей. Так что посмотрим на результат через неделю, наверное, где-то. Может быть, через две. Мне там солнышко в спину подсвечивает. Это вот место, которое зажгли, подожгли, не знаю. Кстати, хочу вам рассказать, что там муж-то очухался, не очухался о нашей годовщине. Вот. Ну, он с намеком, не знаю, может, сам вспомнил, может, я ему помогла, потому что я там отослал ему сообщение, поздравляю, да. Вот. Ну, он что-то ничего не ответил, потом я, значит, кукурузу ему отправила, говорю, я это, отмечаю, типа того. Вот. Опять молчание. Потом опять я ему шлю, говорю, а мы где отмечать будем? Опять молчание. Потом вечером, значит, слёж мне, слёж мне по ватсапу и говорит, ну что, где будем отмечать? Ну, я такая, думаю, где, где, нигде. Я вообще вечерами не люблю никуда ходить, никуда ездить, тем более я не ужинаю, поэтому, я говорю, на диване. Вот. И приходит такой, я говорю, а где подарок, не понял. Говорю, где всё, что есть? Ну, ты же, говорит, не захотела ужинать. Я говорю, как будто ты не знал, что ужинать я не ужинаю. В общем, вот так. И, значит, он всем там говорит, что мы 12 лет женаты. Я говорю, во-первых, не 12, а 10, вот. Ну, это официально, официально. А там ещё 5 лет, наверное, неофициально. В общем, вот так как-то. Гуляем. Здесь хорошо. Ни полиции, ни масок, ни людей в полях. А на пляже дофига народу. Да ну его нафиг. Я уже вышла из душа. Вот. И всё равно жарко. Всё равно вся обтекаю. Кремом не могу попользоваться, потому что всё вот так вот стекает. Вот. Чарли, ты где там? Куда-то ушёл. Там соседка ходит туда-сюда, и он вот её сторожит. Ну, а я включилась, чтобы с вами попрощаться. Что-то монтировала, монтировала. Говорю, а где я? Что, не попрощалась? Вот такая вот. Надо быть кулютерной. Поэтому я кулютерная. Всё, самое лучшее. Всем пока-пока!